Здравствуйте! Зовут меня Наталья, я врач. Меня можно найти в социальных сетях, в Одноклассниках, в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно меня найти на канале Ютуб. Сегодня у нас тема о висцеральной терапии и славянском массаже. Кроме того, мы заденем тему кислотно-щелочного равновесия и герудотерапии немного. Значит, истуки висцеральной терапии идут из старославянского массажа, которым лечили наши предки. Я вам сейчас покажу очень интересное видео. Значит, здесь Агафья Лыкова, отшельница, занимается правкой живота староверов. На некоторые моменты этого видео я буду обращать ваше внимание. А пока что посмотрите. Вот. Вот начинаем. Вот отсюда. Значит, вот. Видите, вот это. Вот это вот реберное. Ребро-то вот дело, реберные кости. Вот отсюда-то разберем. Вот так. Ага. Слушай, у нее есть карманчики забитые вот немножко. Вот она с садой есть. Сейчас. Сейчас. Я еще неожиданно будет. Сейчас вымотка. Вот так. Сначала так. Потом. Вот так. Прямо. До пупа. Дальше пупу уже будем сгонять вниз. Вот некоторые прям... Илезы прямо вот. Раз. Сюда. До пупа. Вот тогда сгоняется. Илезы прямо вот так. А потом вот. А потом вот. Отсюда. Берем. Так. Опа. Что-то он тут так-то впрыгает. И вот по животу, по этой козе, по этой козе, вот так вот пальцами щупаем, где-то есть такие камочки. И вот так. Опять тоже пупу уже отсюда звук вот. Лёно. Пупу ее. Значит продолжим. Про висцеральный массаж. А сейчас на данный момент, конечно, опыт наших клеток это имеет очень большое значение. Вот этот момент, который я вам отметила. Во-первых, использование мыла. Во-вторых, используют тёплую воду для того, чтобы руки были тёплые и не раздражали переднюю стенку кишечника. Ну и обратите внимание, что у неё все движения были мягкие, скользящие. То есть висцеральный массаж он ни в коем случае не должен проводиться с силой. А все движения должны быть направлены на то, чтобы снимался спазм в кишечнике, в сосудах, в области живота. Поэтому движения скользящие. Значит, механизм лечебного действия при висцеральном массаже – это снятие спазма. Причём снятие спазма с помощью рук проводится в области протоков желчного пузыря, в области протоков мочеточника и в области желудочно-кишечного тракта, в области кишок. Значит, на первом этапе самое важное – снять спазм в области желчеводящих протоков и в области протоков поджелудочной железы. Обратите внимание, анатомические медики это знают, но для непосвященных, может быть, это будет непонятно. Значит, здесь на картинке очень хорошо видно, что желчеводящие протоки от печени поступают сквозь поджелудочную железу в 12-перстную кишку. Они соединяются причём с протоком поджелудочной железы и вот таким сосочком выходят в область 12-перстной кишки. Значит, обратите внимание, что вот эти протоки все очень узенькие, да, и при любом стрессе возделяется адреналин и все узкие протоки, они спазмируются. Если протоки спазмируются, чисто вот механически, если представить, да, при спазме такого узкого протока, естественно, сразу же затрудняется отток желчи из желчеводящих протоков и из желчного пузыря. Вот, и тогда желчный поступает в 12-перстную кишку. Здесь будет переполнение желчного пузыря, это на первом этапе. Дальше, если этот спазм будет сохраняться хронически, при хроническом стрессе и при других проблемах, то это спазм будет, если этот спазм будет сохраняться, то будет перенаполнение печени желчью, потому что затруднён отток. В такой среде могут образовываться и камни, и всё это как бы постепенно-постепенно ухудшается. Но начинается всё всего лишь с самого простого, это со спазма в области протоков желчного пузыря. То же самое происходит и с поджелудочной железой. Если зона поджелудочной железы воспаляется в результате воздействия токсических факторов, например, приёма алкоголя или вредных продуктов, или очень жирной или острой пищи, при нарушении диеты, поджелудочная железа в этом случае не справляется, она отекает, увеличивается в размере, там, предположим, на полсантиметра, на сантиметр, да, но это если снаружи, увеличиваясь снаружи, она увеличивает свой объём и во внутренних отделах, и тем самым тоже передавливает протоки, выводящие протоки из поджелудочной железы. Вот поэтому-то и получается, что замкнутый круг усиливается, токсическое воздействие увеличивает отёчность поджелудочной железы, сдавливает протоки поджелудочной железы, и при сдавлении протоков поджелудочной железы отёк усиливается ещё больше. Так вот, что нам необходимо сделать на самом деле, чисто логически подумать? Нам нужно не печенку лечить в этом случае, когда говорят, вот у вас там гепатит, или вот у вас там желчный пузырь, или вот у вас там панкреатит или сахарный диабет второго типа. Нам не таблетками это дело лечить надо, а нам на самом деле всего лишь нужно снять спазм вот в этих тоненьких узеньких протоках. И делать это можно руками, совершенно спокойно. Главное правильно выполнять технологию. Для этого на данный момент у нас и существует висцеральная терапия, которая успешно со всем этим справляется. Значит, тот же самый механизм существует во всех протоках. Вот это вот самые узенькие протоки, это протоки желчного пузыря и поджелудочной железы, которые нам нужно восстановить с помощью механического воздействия массажа в этой зоне. То же самое происходит и в мочеточниках. Здесь вот широкий отдел мочеточников, если идти вниз к области, к мочевому пузырю, эти мочеточники сужаются и в месте входа в мочевой пузырь они достаточно узкие. В случае, если возникает спазм мочеточников, то также затрудняется отток мочи, который непрерывно продуцируется в почках, и возникает перерастяжение мочевыводящих путей, а далее гидронефроз. В принципе, может до гидронефроза, например, не дойти, а просто затруднение оттока в почках. Все равно, в любом случае, даже на первом этапе возникает болевой синдром, потому что здесь-то все перерастягивается, там вот внизу все это зажато, а вверху это перерастягивается. Возникает болевой синдром и приятного в этом деле мало. Можно, конечно, при этом принимать таблетки, обезболивающие, как многие чаще всего делают, но если вы уж любители таблеток, то наиболее физиологично будет в этом случае принимать лекарственные препараты, которые снимают спазм из сосудов и снимают спазм в мочеточниках. Наиболее оптимальный для этого препарат – это НОШПА, которая всем известна, и вот которая не всем известна, но советский аналог, российский аналог – это Дротеверин. Препарат более дешевый, но по механизму действие абсолютно такое. Даже таблетки выглядят точно так же. Наш российский аналог – Дротеверин. Но я вообще не любительница лекарственных препаратов. Мы говорим сегодня о висцеральной терапии, и наша задача – научиться снимать спазм не только в желчевыводящих протоках и протоках поджелудочной железы, но и снимать спазм в мочевыводящих протоках, то есть в мочеточниках. И вообще механизм снятия спазма при висцеральной терапии, он работает во всех случаях. Значит, вот чтобы не получалась такая ситуация, что нам приходится вытаскивать камни из мочевыводящих путей, не нужно до этого доводить, потому что вот вернемся к предыдущему слайду, да, это вот про камни из мочевыводящих путей я вам просто говорю дополнительно. Вернемся вот к этому слайду. Значит, в случае затруднения тока в мочевыводящих путях здесь увеличивается отечность тканей в почках. Естественно, в состоянии отечности в почках ухудшается функция почек, а если ухудшается функция почек, значит, хуже выводятся токсины из организма, и весь организм выкисляется, и закисляются почки, сама паренхима почек, и от этого она еще хуже работает. То есть нам что нужно делать? Нам в этом случае надо не почки лечить, да, всякими разными таблетками, а опять же возвращаясь к тому, что нам необходимо просто снять спазм мочевыводящих протоков, особенно, вот, чаще всего спазм возникает в нижних его отделах, в месте перехода мочеточников в мочевой пузырь. Это в области малого таза. Если мы будем это все своевременно делать, да, или предотвращать спазм сосудов, это тоже как вариант, тогда у нас не будет доходить до таких вот казуистических вариантов, когда необходимо удалять камни с помощью новых современных технических средств, методов и достижений медицины, которые на самом деле, ну, грубые, глупые, неправильные, нефизиологичные и, ну, просто ужасные. К таким же ужасным методам относится, например, удаление желчного пузыря. Я вспоминаю в начале своей деятельности случай, да, когда ко мне подошел пациент, знакомый, и говорит, вот, Наталья Николаевна, ну, что же мне делать? Вот у меня там камни в желчном пузыре, да. Мне доктор сказал, что нужна операция, то есть сразу, ну, что, сразу надо удалять их, да. Нужна операция по удалению желчного пузыря, но мы пока что не будем, мы пока что подождем, пока эти камни желчного пузыря подрастут. Ну, нормально, нормальный подход врача, да. Мы спирождем, пока они подрастут, а потом мы их удаляем. Ну, товарищи доктора, а профилактировать образование камней не пробовали? Я, кстати, расскажу по поводу профилактики образования камней и в желчном пузыре, и в почках профилактика образования камней. И расскажу про то, как эти камни растворять совершенно. Не понадобятся, да, вот такие вот дикие способы, когда современное оборудование наверняка под наркозом водится через мочевой пузырь, мочеточник, тра-та-та в стерильных условиях. Ну, о, какие мы умные, изобретатели. А прислушаться к природе, ну, никак. Но это, наверное, ну... Ой, ну, не могу сказать. Не буду критиковать, потому что я сама доктор, и сама раньше мыслила точно так же. Значит, следующий механизм действия висцеральной терапии, вернее, механизм-то тот же, да, но мы должны снимать спазм не только вот в области узких протоков, да, и не только вот в области мочеточников, но спазм бывает и в области кишечника. Тут причина возникновения спазма, конечно, чаще уже не стрессы. Здесь-то канальчики узенькие, да, стресса достаточно, чтобы это всё сжалось в канальчиках. А в желудочно-кишечном тракте причина спазма – это наличие каловых камней, наличие клубков гельминтов и всякой разной каки, которая завалами лежит в кишечнике при неправильном его функционировании. Поэтому, кроме висцеральной терапии, обязательно необходимо рекомендовать пациентам правильную диету, чтобы не было образования этих каловых камней. Обязательно необходимо рекомендовать проводить противопаразитарную терапию, чтобы клубки паразитов не скапливались в кишечнике и не тормозили передвижение пищеварительного комка по желудочно-кишечному тракту. Вот, например, частая проблема, где возникает с этими скаловыми валами, это всегда там, где есть мешочек, там вот оно и... Где есть мешочек или где есть сужение. Значит, вот мешочек, один из первых мешочков располагается в области слепой кишки. Здесь, возможно, скопление каловых масс под тяжестью в широкой кишке. Они опускаются вниз и там как бы застревают. И очень любят это место гельминты. Особенно блузкие черви в этом месте неплохо сидят. Хирурги, например, знают, патологоанатомы знают, что при аппендиците чаще всего в отростке, вот в этом отростке, аппендиксе, сидит гельминт, и он закупоривает отток секрета из отростка, и поэтому здесь возникает воспаление. Можно сказать, что, конечно, может быть, отросток этот и не нужен функционально, но природа же не просто так все придумала. Во всяком случае, в этом отростке очень много лимфоидной ткани, то есть лимфоидной ткани, которая способна нас защищать. Нет, мы ее удаляем, мы дожидаемся, пока там все воспалится. Кстати, есть хирурги, которые знают эти моменты, да, и лечат аппендицит на первом этапе, если это катаральное воспаление. Лечат этими медикаментозно, не вмешиваясь оперативным путем. Я знаю таких докторов, которые пытаются все восстановить консервативно, потому что они понимают в механизме возникновения воспаления в этой зоне. Значит, следующий участок, наиболее часто встречаемый в кишечнике при каловых завалах, это в левом углу толстого кишечника. Здесь вот в восходящем, при переходе восходящего отдела поперечно-ободочных кишечник здесь нет нечему зажимать вот этот перегиб. И поэтому, в принципе, каловые массы, благодаря перисталитической волне, поступают спокойно. А вот в этом отделе, на этот угол, в месте перехода поперечно-ободочной кишки, в нисходящий отдел, очень часто возникают также проблемы, в связи с тем, что здесь селезеночка поддавливает вот эту область. Вот, под низом вот почечка лежит, она как бы снизу поддавливает, а сверху может поддаливать селезеночка. И поэтому проходимость в этом отделе часто ухудшается, и там скапливаются и каловые завалы, и глупки гельминтов. Кроме того, онкологи тоже знают, что онкологический процесс очень часто по процентам отношений возникает именно в этой зоне. Значит, еще одна проблемная зона, это вот, видите, место изгиба сигмовидной кишки. В случае частых запоров, при нарушении работы желудочного кишечного тракта, каловые массы скапливаются здесь, передавливают толстый кишечник в нижних отделах из сигмовидной кишки. Здесь формируется воспаление, отек, и все в соответствии с этим. Когда передавливаются стенки кишечника, нарушается кровоток в этой зоне, и вы часто знаете, там, где запоры, там очень часто развиваются и геморроидальные узлы, которые, ну как, обязательно надо теперь, получается, раз у пациента болит, их же надо, что с ними делать? Их надо удалить, это по обычному представлению нашей медицины. Вот. А, товарищи доктора, а устранить причину, как бы не пробовали? Не пробовали устранить причину венозного стостоя? Почему сосуды выпячиваются? Почему венозные вот эти вот петли выпячиваются внутрь кишки и мешают пациенту? Ну, подумать-то не пробовали? Или не пробовали вспомнить информацию, которая преподносилась на втором и третьем курсе института? Анатомию не вспоминали? И под физиологию, в которой описываются процессы, этапы возникновения воспалительных процессов? Вот. Ну, на самом деле, я тоже врач, и сама такая была, правда, не оперировала, потому что не была хирургом. Вот. И, ну, таблетками-то, конечно, был период, я лечила в течение 12 лет, когда работала в государственной медицине. Значит, следующий механизм лечения в висцеральной терапии, механизм действия висцеральной терапии, это снятие спазма сосудов. Тут с канальчиками все понятно, да, с мочеточником все понятно, с кишечником все понятно, но у нас существует еще и спазм сосудов при различных воспалительных процессах. Когда возникает воспаление, на подфизиологии очень подробно рассказывается, и медики про это знают, что в месте воспаления возникает отечность ткани, повреждения стенок сосудов, нарушения кровоснабжения, вот такая каша, такая кака в этой зоне воспаления. Ну, здесь еще не показан отек, потому что эти ткани как бы не прорисованы, но в месте воспаления еще возникает отек тканей, и именно в результате отека возникает болезненность, потому что отечная ткань дает на болевые рецепторы, и поэтому возникает боль. Так вот, при этом нужно лечить не таблетками обезболивающими в большом количестве без эффекта, а нужно просто на самом деле убирать элементы воспаления. Элементы воспаления тоже очень, ну, не скажу, что просто, но очень быстро, на самом деле, если все правильно делать, убираются руками. Значит, вот я вам показывала, да, как мягко и бережно действует Агафья Лыкова при работе с животом. Вот так же бережно и мягко нужно действовать при работе с животом и нам, если вы этим будете заниматься, в том числе. Значит, механизм устранения, восстановления кровотока здесь будет такой. Вот, предположим, здесь у нас нарисован сосуд. Это артериальная кровь, это венозная. В каком-то месте существует отек ткани, и он передавливает сосуд. Вот видите, здесь как будто бы, как бы, обрывы такие, да, художник нарисовал для того, чтобы было более понятно. Вот если мы механически начинаем поддавливать рукой мягко в этой зоне, мы механически, в общем-то, временно ухудшаем состояние кровоснабжения в этой зоне. То есть, вы знаете, как русскому человеку, вот ему будет плохо, 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 и он будет так вот ему долго плохо. А как сделать, чтобы ему было нормально, чтобы он побыстрее выздоровел, да? Ему нужно устроить хороший стресс, в данном случае легкое поддавливание ткани, так и в тканях, да? Нужно устроить небольшой стресс тканям, да, и еще больше ухудшить кровоток. Можно сказать, что довести состояние до абсурда, да, но под контролем руки, под контролем своих ощущений, когда вы это делаете. В никаком случае нельзя делать это грубо. Значит, доводим состояние ухудшенного кровотока до абсурда. В кору головного мозга по импульсам поступает сигнал, что, о, надо же, ребята, тут оказывается проблема, тут у нас оказывается ухудшение кровотока. И в этот момент, когда сигнал поступает, с помощью обратной связи нейронами подается сигнал, что нужно расширять окружающие сосуды. Ну, вот здесь вот, предположим, вот здесь вот дальше, как следующий этап, можно нарисовать, что вот они тут начинают, коллатеральные сосуды, они начинают расширяться. И вот после вашего сдавливания слегка, как будто бы боль слегка усиливается, ни в коем случае не нужно делать ее более сильной, а только легкое усиление боли. И если подержать руку в этой зоне некоторое время, то пациент говорит, о, начинает отпускать, боль начинает уходить. Почему боль начинает уходить? Потому что включаются артериальные и венозные шунты, и вот этот вот застой, застойные явления, которые здесь находились, они начинают сбрасываться по коллатеральному кровоснабжению, которое здесь вот открывается, шунты открываются, вот, дополнительный кровоток открывается, то есть резервные возможности организма открываются. И если вот так вот проработать со всеми зонами, где нарушен кровоток, с помощью легкого поддавливания, мы будем подавать сигнал головному мозгу о том, что здесь есть проблема, да, доводить эту проблему слегка до абсурда, и головы, от кары головного мозга будет поступать сигнал о том, что здесь нужно расширить сосуды и усилить коллатеральный кровоток. Это происходит буквально иногда за 2-3 секунды, как бы сброс вот этой вот застойной крови, которая здесь образовалась, а иногда приходится подержать руку до 2-3 минут, но торопиться при этом не нужно. Достаточно просто слегка прижать в этой зоне, да, включается коллатеральный кровоток, и как бы происходит сброс вот застойной крови в венозное русло. Так же и во всех отделах. Ну, вот здесь вот художник нарисовал, что здесь проблема кровотока, здесь проблема кровотока, здесь проблема кровотока, здесь, да. Нельзя надавить на весь орган сразу, нужно потихонечку с каждой стороны поддавить, дождаться, пока произойдет артериально-венозный сброс и уйдет ощущение боли. Оно уходит под рукой, оно ощущается, как будто бы растекается, вот твердый комок под рукой, как будто бы растекается прям под пальцами. Потом это делаем в другой области вместе, ориентируясь на ощущения пациента. Дожидаемся, пока венозный отток, опять артериально-венозный застой сбросится в венозное русло. И продолжаем делать вот это, обрабатывать каждый болезненный участок в зоне пораженного органа. Цель нашей вот этой работы руками, восстановить кровоток вот по всей поверхности органа, вот так вот, чтобы все коллатеральки, все сосудики, маленькие, узенькие, широкие, неширокие, все сосудики, чтобы работали. Тогда и величина органа, она, как бы, когда кровоток восстанавливается, все застойные явления, они выбрасываются в кровенозное русло в венозное, для того, чтобы потом вывести почками, да, и орган уменьшается в размере. Парадоксально, но это происходит достаточно быстро, но не нужно торопиться при работе руками в этой области. Еще раз повторюсь, надавили немножечко, подождали пока растворится эта боль и разворится этот комок прям у вас под руками. Переходим к другой зоне. Поддавили немножко, подождали пока вот это вот напряжение и комок уйдет и растворится у вас под руками. А пациент скажет, ой, куда-то боль прошла. Переходим к другой зоне. И так каждый-каждый болезненный участок, там где пациент говорит, где у меня вот здесь вот больно, а вы руками будете ощущать, что ой, здесь вот твердо что-то, да. Вот подержали здесь рукой, опять подождали пока происходит артериально-венозный сброс прямо под руками и переходим в другую зону. Значит, повторюсь, что цель нашей висцеральной терапии восстановить кровоток в органе в каждом-каждом участке. Вот здесь вот художник совершенно правильно нарисовал, да, что в этом участке размер органа несколько больше, на полсантиметра, на сантиметр. Это небольшие цифры, но на самом деле ничего хорошего в этом увеличении нет. Здесь отечность, здесь нарушение оттока, здесь воспаление. Вот, а увеличение в размере всего лишь, например, даже на полсантиметра. На самом деле это уже проблема, которую нужно решать. Вот, и привести к нормальному функционированию всех сосудиков в органе, и, соответственно, с этим нормально будет работать орган. Значит, цель нашей висцеральной терапии – это восстановить кровоток. Вот здесь интересная картинка, да, как бы, что кровоток идет к сердцу, эритроцитики вот разлеплены, и все так хорошо и прекрасно. Ну, вот на самом деле я видела под микроскопом, как это происходит, если у человека есть какая-то патология, да, в сосудах кровь протекает не вот, эритроциты не в таком свободном состоянии. Очень редкое явление, когда эритроциты у нашего обычного, цивилизованного человека расклеены. Из тех пациентов, которых я смотрела, только максимум 20% случаев, да, хотя вроде бы болячек нет, вроде бы как бы жалоб особых нет, ну, что-то, например, слабость какая-то, только жалобы, да, вроде ничего не болит, но что-то вот сил нет. Вот, в большинстве болезни цивилизации, да, наша, вот, нет сил, усталость, утомляемость, плохая работоспособность, снижена концентрация внимания, а посмотришь это дело под микроскопом, и получается, что склеены, кругом склеены эритроциты. Вот я вам хочу сказать, что символически здесь вот нарисовано как бы красиво, да, эритроциты все расклеены, они как по каналу, по сосудам идут к сосудам, к сердцу, и процесс движется по всему дальше организму, по предсердью, к правому желудочку и дальше. Ну, в большинстве случаев, к сожалению, все печально и все не так. И, значит, повторюсь, что цель нашей висцеральной терапии – это восстановление кровотока во всех участках организма. Значит, кроме того, что мы работаем руками, вот, конечно, раньше существовала терапия сама по себе, да, славянский массаж, и вот то, что делает вот эта бабушка, она просто массажирует, но на самом деле вот тот момент, когда я говорила, обратите внимание, да, во-первых, она мочит руки, и там вот вначале говорилось в видео, что мочит она руки обязательно теплая водичка, чтобы руки были теплые, и тоже теплотой своих рук сокревали зону, проблемную зону в животе. А второй момент – она пользуется мылом. А мыло у нас… Раньше, конечно, на Руси было не такое белое мыло, которое вот она сейчас на видео взяла, а раньше было вот простое хозяйственное мыло, и на самом деле качество хозяйственного мыла по щелочному своему состоянию, оно гораздо лучше, чем наше современное мыло, наше современное мыло. И вот используя мыло, как вот ее мама научила, или бабушка научила, я уж там не помню, она рассказывала в этом видео, значит, и как вот ее учили пользоваться также мылом, так вот она здесь в этом видео, вы видели момент, когда она это тоже делала. Это на самом деле все не просто так, это не для того, чтобы там соблюдать гигиену гигиену при проведении массажа, да, хотя и, может быть, в старорусских условиях это, может быть, и это тоже, да, но на самом деле здесь происходит защелачивание организма через кожу. Так вот, теперь про защелачивание организма я бы хотела с вами снова поговорить. Это как дополнение. Вот как дополнение к вицеральной терапии нужно обязательно, я вам рекомендую, обязательно проводить нормализацию кислотно-щелочного равновесия в организме. Значит, все продукты, которые мы употребляем, да, вот здесь еще не нарисовано мясо, да, вот так, давайте посмотрим на эту шкалу. Значит, шкала по горизонтали. Здесь кислые продукты, здесь щелочная среда у нас получается. Норма, это вот у нас семерочка. Значит, с этой стороны нарисованы продукты, которые закисляют наш организм. Это всякие колы, фанты, манты, газировки, пиво. Здесь не знаю что, но тоже, вероятно, с консервантами. Удивительно, на что здесь нарисована минеральная вода. Я потом вам расскажу, что на самом деле много, очень много минеральной воды, которая есть в продаже, действительно способна закислять наш организм. И не стоит покупать плохую минеральную воду. Здесь бы я еще нарисовала, вот не очень видно, как бы молоко. Молоко закисляет наш организм очень сильно. И очень сильно закисляет организм мясо, любое мясо. Молоко, мясо и всякие вот эти вот консерванты и красители, которые продаются в магазине. Значит, что защелачивает организм? Защелачивает организм правильная минеральная вода, овощи и фрукты. Это все, что защелачивает наш организм. Поэтому вы сами должны сделать выбор. То ли вы будете закислять организм, а потом бороться со всеми последствиями, которые будут возникать. Это вот последствия воспалительные, которые идут к воспалительным процессам, вот такой катастрофе. Или вы будете защелачивать организм и профилактировать возникновение воспалительных процессов и вообще проблем со здоровьем. В норме, норма PH среды 7,35 в коридоре в промежутке между 7,35 до 7,45. Все остальное, что идет в меньшую сторону, это говорит о том, что закисление организма, это ведет к болезни. А все, что ведет к защелачиванию организма, ведет к здоровью. Значит, следующий слайд. По стандартам Минздрава, ну повторюсь еще, по стандартам Минздрава, которые утверждены, по которым работают все врачи, норма от 7,35 до 7,45. Но, обратите внимание, что PH околоплодных фото 9 единиц. Это проверено. И, обратите внимание, что PH океана и морской воды 9 единиц. Ну, вот я мерила PH в Черном море, там 9,43. И все вы знаете, что мы вышли из океана. Значит, защелачивание организма. Вы можете защелачивать организм в щелочную сторону. Ну, можно как бы решить для себя, что чем больше, тем лучше. Ну, нет, здесь тоже есть свои пределы. Вы можете защелачивать до 8, да. Но, когда вы защелачиваете организм до 8 единиц, получается так, что все соли, которые у вас накопились в организме, и токсины, которые у вас накопились, например, в жировой ткани, они начинают выходить. Это, в принципе, хорошо. Но по ощущениям это не очень приятно, потому что появляется такая легкая ломота в теле без подъема температуры и как бы легкое недомогание. Ну, я своим пациентам рекомендую делать это, делать восьмерку в своем организме периодически, курсами, ну, раз в 3 месяца, да, чтобы шлаки выводились. Делайте это по своим ощущениям. Не надо насиловать свой организм, как и движение вот этой вот бабушки, да, при работе с животом. Так и защелачивание организма должно быть мягким и комфортным. Если организм ваш подсказывает вам, что все, пока что больше не надо, да, защелачивать организм, стремитесь поддерживать ваш организм в зоне 7,35, ну, или хотя бы минимум семерка, да. Вот из моих обследований, которые я проводила со своими пациентами, семерку имеют вообще очень редко кто, да. Да, даже в принципе здоровые люди настолько привыкли жить в закисленном состоянии, да, с кислыми мозгами и со снижением работоспособности, что они начинают воспринимать это нормально. Но когда, как только они начинают переводить кислотно-щелочную равновесие своего организма в сторону семерки, они удивляются, откуда у них берутся силы, откуда у них берется работоспособность, откуда у них столько здоровья. И столько энергии. Вот. А всего лишь нормализация кислотно-щелочного равновесия до семерки. Значит, способы защелачивания организма. Я сказала, защелачивать, да, а как это делать? Вот из литературы, из информации, кстати, и в YouTube тоже, хотя там много шлака, да, ну и из своего опыта, я вам сейчас дам рекомендации, а ваше дело использовать их или нет. Ну, вот по поводу перевода способа, вида потребления пищи для нормализации кислотно-щелочного равновесия, вам уже вот я рассказала, да, то есть овощи, фрукты и минеральная вода, но только правильная минеральная вода. Значит, акцентирую сейчас ваше внимание на минеральной воде. Значит, когда я работала, начинала работать в Санкт-Петербурге по выведению запоя пациентов, очень часто рекомендовала минеральную воду, и она на тот момент, это было 5 лет назад, она была очень хорошая. В принципе, она продается по всей России, сейчас это такая брендовая вода, но, к сожалению, уже года 3 назад эта вода стала совсем нехорошей, поэтому очень рекомендую для защелачивания организма брать вам именно эту воду, потому что, если вы сами проверите кислотно-щелочное состояние этой воды, вы удивитесь, там 5,5, 5,5 единиц. То есть вы покупаете в магазине заведомо плохую воду и пьете заведомо некачественный продукт, и, конечно, таким способом вы не улучшите свое кислотно-щелочное равновесие. Значит, есть минеральная вода, я вам сейчас покажу видеоролик, мы сравнивали минеральную воду, я взяла некоторые из лучших минеральных вод, а их продажи, ну, видов 15, как минимум, да, вот только 3 более-менее хороших, и то некоторые лучше, некоторые хуже. Давайте посмотрим видео. Хорошо. Второй. Значит, здесь проверяется минеральная вода. Тестирование Эссентуки 4. Трех производителей. Это Эссентуковский бибет-производители, Эссентуки 4. Исследование воды проводили летом. Когда мы такую же проверку сделали, вот уже осенью, качество воды, конечно, к сожалению, стало немножко хуже. Если я раньше рекомендовала эту минеральную воду практически всем своим пациентам, то сейчас, конечно, нужно что-то искать другое. Даже эта хорошая вода уже испортилась. Что-то она зависает. Значит, вот такие лакмусовые полосочки окунаются в любой раствор, который вы хотите проверить, в любую минеральную воду, в любую газировку, которую вы хотите проверить, и определить кислотно-щелочную равновесие. Вот на тот период, когда мы проводили, сделали это видео, вот этот производитель, аллея источников, он был самым хорошим. То есть, кислотно-щелочной равновесие, кислотный, PH вот этой воды, по-моему, там была восьмерка. Вот. PH, вот это Эссентуковский бювет на тот момент, когда мы это обслуживали, была семерка и восьмерка. Ну, жалко, что виснет видео. Значит, самое главное, что вы для себя, какой вывод вы для себя должны сделать. Вы должны взять вот такие лакмусовые бумажки или есть PH-тестеры и определить PH-воды, которую вы употребляете. Если она имеет щелочную среду, то есть восьмерку, PH-8 или PH-9, то это будет полезная вода, и ее стоит брать. И если это PH будет меньше семерки, то это будет вредная вода, и пить ее просто даже не нужно, и даже опасно. Есть минеральная вода, которая достаточно дорого стоит, не буду называть производителя, и бренд, значит, там PH-5,5. Вот. Я сравнивала воду из-под крана, здесь вот показатели были 6,5, в некоторых районах Санкт-Петербурга PH-7,5 единиц. То есть, в принципе, иногда бывает так, что качество воды из-под крана бывает гораздо лучше, чем той воды, которая в магазине. Поэтому проверяйте, пожалуйста, то, что вы пьете и то, что вы едите. Думайте о том, что вы едите, чтобы сохранять свое состояние здоровья. Ладно, значит, вот это вот видео вы можете просмотреть на моей страничке в Одноклассниках. Наталья Бублик, но оно там, правда, внизу видео будет, в самом низу, где-то в летнем периоде мы это снимали. Вот. Ну и более подробно можете посмотреть. А лучше всего, если вы найдете лакмусовые вот эти полоски для определения PH, и определите сами то, что продается у вас в магазине. Значит, второй способ защелачивания организма – это содовые ванны. Значит, из расчета, я нашла в этом литературе, значит, одна пачка соды, нашей обычной пищевой соды, на ванну, на одну. Достаточно полежать 20-30 минут. Вот. Ну, кто-то сколько, у кого сколько терпения хватит. Иногда и 15 минут достаточно, чтобы почувствовать себя легче. Вот. Но температура воды должна быть больше 40 градусов, 40-45 градусов. Горячей не должна быть, но и прохладной тоже. Поэтому вы должны лежать в теплой воде. С учетом того, что она еще будет немножко оставаться за это время, вы должны подливать теплую воду. Да. И тогда детоксикация организма, а точнее защелачивание организма через кожу будет идти эффективно и качественно. Значит, следующий момент, который я узнала от своих уже пациентов, они использовали детокс программы, и специалисты по детоксу им рекомендовали такой способ. Значит, после посещения бани или сауны, они натираются с содой, уже как бы в предбаннике, да, и в течение 15-20 минут сидят вот в таком состоянии с содой. Ну, мылом мы пользуемся, да, для мытья, это же тоже щелочь, да, только в этом случае получается более такое концентрированное воздействие соды. После этого кожа становится бархатистой, такой чистой, легкой, благодаря защелачиванию организма появляется легкость, улучшается также работоспособность, потому что щелочь, она имеет маленькую молекулу. И в момент перехода из горячего в холодное, это вот установлено, что кожа так вообще непроницаема, да, считается, что кожа непроницаема для молекул. Но на самом деле установлено, что при изменении температуры от горячей к прохладной, всасываемость кожи, возможно, до литра в течение часа. То есть, если вы переходите из сауны в предбанник и натираетесь содой, да, то всасываемость вот этой вот щелочной среды, щелочи, которая полезна для организма, для организма, она происходит более активно. Значит, по поводу соды, да, я долгое время относилась с недоверием к этому продукту, но когда я открыла, и вы, кстати, тоже откроете, значит, буферные системы организма, кстати, медики, вы про буферные системы, врачи, во всяком случае, вы про буферные системы знаете, да, существует 5 буферных систем в организме, вы можете открыть это в интернете и прочитать в Википедии, вы можете прочитать это в энциклопедии. Значит, про буферные системы можно, так, извините, существует 5 буферных систем, это из энциклопедии, из Википедии, 5 буферных систем в организме. Буферные системы – это системы, которые компенсируют, устраняют закисленность организма. То есть у нас в организме существуют свои личные системы, буферные системы они называются, которые нейтрализуют кислую среду, которая возникает в результате заболеваний, в результате интоксикации продуктами и экологии, я не знаю, чем угодно, приемом алкоголя. И эти буферные системы нейтрализуют кислую среду. Значит, среди этих буферных систем натрий-гидрокарбонат своего организма занимает 68%. Значит, следующая буферная система, вот жалко, я не сделала здесь слайды, следующая буферная система – это буферная система эритроцитов, буферная система гемоглобина и какая-то фосфатная буферная система, ну что-то там еще пятая, не помню, но тоже в меньшем количестве процентов. Значит, абсолютно точно в энциклопедии можете посмотреть буферную систему организма, и там написано 68%, ну в некоторых источниках пишется 50%, это натрий-гидрокарбонат. Теперь открываете любой источник и смотрите, что такое натрий-гидрокарбонат. Это наша обычная пищевая сода. Поэтому после того, как я глубже проникла в биохимические процессы и буферные системы, которые, ну, это вот абсолютные данные, да, абсолютные знания, которые давались еще на втором курсе института, как минимум, да, и медики, врачи про это знают. Значит, применение соды вот разными способами помогает именно улучшить, с помощью вот активации буферной системы внутреннюю среду кислотно-щелочной равновесия. Кстати, вот про минеральную воду сейчас вспомнила, да, некоторая минеральная вода, ну в литературе же и в интернете очень много там соды, лечитесь содой, да, ну до маразма. Кстати, содой нужно тоже, если вот некоторые употребляют соду, там тоже есть свои нюансы. В минеральную воду стали добавлять соду, и вот в этой вот, в которой Вербиндановская минеральная вода, там сода прям до отрыжки. И несмотря на это, несмотря на то, что просто так насыпана туда сода, которая прям, от которой при питье прям отрыжка возникает, да, несмотря на это, pH этой воды 5,5 единиц. То есть неправильная, да, неправильно растворенная сода, неправильно использованная, вот. И есть, конечно, в интернете рекомендации применять соду в горячем виде, но про это я вам рассказывать не буду, и про это я вам рекомендовать не буду. Есть, я экспериментировала со своим организмом и контролировала эти параметры летом. В этом году есть интересные, даже не знаю, как их назвать, ну, разные всякие фирмы со всякими БАДами, да, и наибольшее доверие у меня возникло к фирме Коралловый клуб. Уж очень они правильно рассказывают про кислотно-щелочную равновесие. Здесь, кстати, лекции можете найти, лекции Кораллового клуба, по-моему, там лектор Бутакова, по-моему, не могу точно сказать, но можете уточнить. Значит, Коралловый клуб, они особое внимание обращают на кислотно-щелочную равновесие, и у них разработаны капсулы из коралла, которые улучшают кислотно-щелочную равновесие. Мысль, конечно, правильная, направление, как бы, вот, теоретическое обоснование, все тоже правильное, вот, на основе буферных систем. Но по эффективности я посмотрела на своем организме, результаты были, ну, не такие хорошие, как при обычном применении нормальной минеральной воды с хорошим ПАЖ, да, при использовании обычных ванн, которые, вот, я описывала выше, при использовании защелачивания после бани или в сауне, вот, ну, и не буду рекламировать, но на самом деле хорошие результаты после приема гашеной соды. Ну, там есть определенная технология, про это говорить не буду. Вот, значит, если вы будете правильно, если вы будете контролировать свое кислотно-щелочное состояние, будете следить за тем, что вы пьете, за тем, что вы едите, я вам гарантирую, что у вас не будет проблем с печенью и желчным пузырем, у вас не будет проблем с поджелудочной железой, у вас не будет проблем с желудком, с кишечником, с половыми органами, не будет проблем с почками, с мочеточником, с мочевым пузырем, не будет проблем с легкими и с сердцем. В большинстве случаев, если, ну, заболевание не является наследственным, и вообще, мое теперь убеждение, что 80% заболеваний терапевтических, обычных, которые часто встречаются, воспалительного там характера, обычных там, даже, кстати, в гипертонии к этому относятся, там достаточно восстановить кислотно-щелочное равновесие, и заболевание уходит на первом этапе, да, а если заболевание более выраженное, то необходимо поработать вот с помощью висцеральной терапии со внутренними органами, с сосудами внутренних органов, и даже заболевание в средней степени тяжести тоже можно вылечить без использования лекарств. Да, конечно, когда уже критические состояния, да, это тогда уже все, не отложка, и вперед там по скорой помощи к врачу. Но не нужно до этого доводить, следите за тем, что вы пьете, следите за тем, что вы едите, поддерживайте кислотно-щелочное равновесие, практикуйте на себе и на своих ближних висцеральную терапию. Вот, в интернете очень много семинаров по этому поводу, но, во всяком случае, информация есть. Вы можете найти на YouTube семинары Агулова Александра Тимофеевича, и рекомендую по герудотерапии для усиления эффективности висцеральной терапии использовать герудотерапию в более тяжелых случаях. Это профессора Шишовой. Вот, это вы все, в принципе, можете найти, и кое-что уже для себя использовать. Но у меня существуют разработанные видеоуроки по висцеральной терапии и по герудотерапии, и по диагностике патологии внутренних органов на коже и теле человека. Они существуют на диске, и можно записать вам на флешку. Видеоуроки можно отправить по электронке. Я даю ссылку на закрытые видеоуроки на YouTube, которых нет в свободном доступе. И получите для собственного пользования, для использования для себя и для ближайших родственников. Способы отправки по электронке – это бесплатно. При отправке по почте затраты почты оплачиваете. При получении. В зависимости от расстояния – это 300 рублей или 500 рублей. В зависимости от дальности. Я нахожусь на Петербурге, поэтому на восток это будет немножко дороже. Чтобы оставить заявку на обучающий курс, вы можете найти меня в Одноклассниках. Вот Наталья Бублик. Мой профиль. Вы можете найти ВКонтакте, написать мне сообщение в личку. Можете найти в Фейсбуке, но там очень много иностранных, иноязычных пользователей. Поэтому, чтобы вы там не потерялись, лучше в Одноклассниках и ВКонтакте. Кроме того, вы можете подать заявку на курс висцеральной терапии, герудотерапии. В виде видеоуроков вы можете позвонить по телефону 8-950-033-0055, написать на электронную почту Бублик Наталии Собака Яндекс.Ру и отправить сообщение в Вайбер или позвонить по Вайбер. Это будет бесплатно. Обучающие уроки проводятся на компьютере. Там теоретическая часть и видеоуроки практической части. В принципе, доступно, понятно. И дополнительные консультации, если что-то непонятно, то по телефону можете позвонить в любое удобное для вас время. Пройдете теоретическое обоснование. Можете приступать к практической работе на тех людях, которые вам доверяют. Даже начните с себя, любимого. Очень радует, что в процессе проведения висцеральной терапии болезненность проходит очень быстро. Да, процедура достаточно третоемкая, требует терпения, потому что необходимо ловить тот момент, чтобы и не сильно прижать, и в то же время поддавить болезненный участок. Как бы не то, чтобы массажировать, а затруднить немножко отток для включения коллекторальной системы. И вот эту грань нужно почувствовать, чтобы не перестараться. Но если вы будете делать это осторожно, аккуратно, в соответствии с технологией, которую я опишу, у вас все получится. Если есть проблемы, звоните. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!